Это, если что, за счет директа у нас. Можно, здрасте. Сейчас еще будет, если что. Эва, чтобы и на этом, и на том сессии Всевышний принял. Садов на ваше... Ваше... Какое... Уважительное отношение к нам. Как вы нас приняли. Спасибо большое. Удачи выпускникам на экзаменах. Я вам директор здоровья. Долгий лет жизни. Стол тоже стоял постоянно. Я уже 3-4 года как сюда людей везу. Вы довольны гостепринесу этих моих соседей в школе? Конечно, довольны. Вот так ворота открыто оставляет. Там людям, сами знаете, туалет надо бывает, воды надо бывает. Все удобства вот здесь есть. Эта женщина очень хорошая. Дай Аллах, чтобы вот это, чтобы в десятикратном размере, чтобы ей Аллах вернулся. Ассаламу алейкум, уважаемые черкейцы, уважаемые дагестанцы. Сегодня второй экзамен, основного государственного экзамена, проходит на территории Черкесского образовательного центра. Сегодня к нам приехали 10 школ Унятского района для сдачи государственного экзамена. Выпускники девятиклассов. И в Черкесском образовательном центре будет еще два экзамена. Всего четыре экзамена будут на территории Черкесского образовательного центра, организованы для сдачи государственных экзаменов. Это пункт сдачи государственного экзамена. Хочу поблагодарить всех соседей Черкесского образовательного центра, которые сегодня организовывали, приглашают в гости к себе и кормят наших родителей с других сел Унятского района, которые приехали болеть за своих детей. Также хочу выразить огромное благодарность коллективу образовательного центра, учителей, педагогов, которые сопровождают выпускников, за то, что они организовывают обед на территории образовательного центра. Саламу алейкум и рахматуллах, уважаемые братья, уважаемые сестры, жители селения Черкесии. Вот на самом деле мне очень стало интересно то, что нам рассказал наш уважаемый директор Мухаммад относительно того, как приняли гостей наши сельчане, то есть черкейцы, особенности, те, которые проживают рядом с учреждением. Это на самом деле есть хадис посланника Аллаха, алейкум и салатуласалам. Май юмин биллахи валяум мил ахри фалюк рим лайфаху, говорится в этом хадисе, наш достаточный пророк, алейкум и салатуласалам, он говорит, тот, кто уверовал Всевышнего Аллаха и в судный день, пусть, говорит, он почтит своего гостя. Что на самом деле меня удивило, меня вот это порадовало, можно сказать, вот это отношение вот сегодня, то здесь видно, вот эта атмосфера, как принимают, как угощают и обеспечивают всем необходимым наших гостей, родителей, особенности этих детишек. Мы знаем, как они на самом деле переживают, как они сострадают с этими детьми, чтобы они могли, вот, как положено, вот эти экзамены сдать. И на самом деле вот эта поддержка, это особенно такой тяжелый момент, это очень важно, поэтому я бы хотел поблагодарить наших сельчан. Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми вами, и пусть Всевышний Аллах даст вам еще больше талфика, вот, следовать сунне посланника Аллаха, алейкум и салатуласалам, не только в этом, но и в других, и быть примером для остальных. Ассаламу алейкум и салатуласу.